Всем привет! В этом видео я расскажу рецепт крема для смазывания алюминиевых форм. Часто стали обращаться ко мне подписчики с тем, что хлеб плохо очень выходит из формы. Не работает стандартный способ обработки растительным маслом. В связи с этим нашла в интернете и проверила вот такой вот рецепт. Сейчас расскажу, как готовить такой крем. Для этого мне понадобится кулинарный жир или топленое масло. У меня вот такая вот топленая смесь. Думаю, это на основе растительных масел в различной смеси, но в твердом виде. То есть это такая твердая консистенция. Дальше мне понадобится растительное масло. Я буду брать подсолнечное и мука пшеничная высший сорт. Все мне нужно перемешать в равных частях. Для измерения я буду использовать стаканчик от мультиварки. То есть одна часть твердого масла, одна часть растительного жидкого масла и одна часть муки. Итак, отмеряю. Все в емкость для чаши миксера, потому что смесь мне понадобится взбивать. Соответственно, маленькую пропорцию делать тоже неинтересно. Иначе взбить ее просто-напросто не получится. Так, вот беру один стаканчик. Вот так вот. Точная пропорция здесь, я думаю, ни к чему. Не столь важна. Так, теперь вот этот твердый жир мне тоже нужно отмерить. Вот так, добавляю в муку. Поскольку лежала у меня тут не плотно, еще ложечку добавлю. Теперь отмеряю жидкое растительное масло. Тоже один стаканчик. Посмотрим, что будет получаться. Теперь мне эту массу нужно взбить до однородной кремовой консистенции. Сейчас отправлю это в миксер. Друзья, у нас жарко сейчас в миксере. Взбить совершенно не получилось. Все только нагрелось, растеклось. В общем, короче говоря, если будете делать в жару, то лучше воспользоваться блендером. Так хотя бы получается взбивание, а не то, что у меня просто все расплавилось. Вот смотрите, масса должна побелеть и загустеть. Вот у меня она начинает, но все равно я периодически приходится убирать в холодильник, чтобы немножко она остыла. Потому что в миксере она просто перегрелась и растеклась у меня. Вот смотрите. Ну вот посмотрите, я взбила вот до такой консистенции крема блендером. Блендером у меня получилось очень хорошо, но периодически все равно я охлаждала. И теперь я перекладываю это все в баночку, и можно хранить до одного года. То есть пользоваться, смазывая перед выпечкой форму алюминиевую. Сегодня будем испытывать мой крем. С этой формой у меня иногда бывает проблема, потому что я ее недавно очистила, и в последний раз при выпечке хлеб у меня к ней прилипал. Поэтому сегодня будем обрабатывать вот этим кремом, который мы приготовили. Я беру небольшой кусочек, ему хватит. Формочку смазываю, и сейчас выложу тесто на пшеничный хлебушек. Тесто получилось у меня жидковатое, поэтому я сейчас его разровняю и оставлю на окончательную расстойку, на часик. Ну что, теперь попробуем достать хлеб. Я испекла. Вот, в принципе, очень даже хорошо выходит. Вот такая цельнозерновая буханочка у меня получилась. Ну и, в общем-то, хочу сказать, что рецепт вот этого крема рабочий. Формочка не прилипает. Смазывать очень удобно. Если у вас все равно липнет форма, и когда вы используете обычный, стандартный способ подготовки, то есть, например, просто обработали растительным маслом, попробуйте, вот это вот смея должно помочь. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если это так, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите в комментариях, какой вы хлеб больше любите печь формовой или подовой. Так. Так. Продолжение следует...